Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на выставке «Россия. Дорогами цивилизации». Это юбилейная выставка нашего музея, посвященная 150-летию со дня основания исторического музея. Куратором ее была знаменитый археолог Наталья Ивановна Шишлина. И здесь мы постараемся с вами понять то, как шло эволюционное, цивилизационное развитие человека, вообще человечества, то, как развивалось наше общество и какими дорогами современная цивилизация пришла вот к нынешнему ее состоянию. Начинается наша выставка и начинается наше путешествие по этим дорогам вот в этом зале, посвященном первобытной эпохе. И начинается она вот с этих интересных уникальных предметов. Это останки древних животных. Ну, как мы все знаем, человек вышел из природы, человек сам происходил от животных. И здесь мы можем увидеть образцы костей фауны эпохи ледникового периода. Роскошные черепа диких быков, зубров, череп шерстистого носорога. Все эти животные проживали на территории нашей страны десятки тысяч лет назад, в эпоху ледника. И, соответственно, окружали наших древних предков. Однако одним из самых выдающихся, на мой взгляд, памятников этого зала можно назвать вот это интереснейшее ручное рубило. Этому предмету порядка 600 тысяч лет. Представьте себе, найдено оно было в Индии исследователем Сеттаном Каром. Однако впоследствии он подарил свою коллекцию предметов Румянцевского музея, откуда она попала и к нам сюда, в музей исторический. Обратите внимание, этот предмет использовался нашими предками как простое орудие труда. Им могли обрабатывать мясо диких животных, пойманных на охоте, им могли обрабатывать различные материалы. Но самое важное, что есть в этом предмете, это то, что такого предмета человек не мог встретить в природе. Для того, чтобы его создать, требовалось абстрактное мышление, требовалось придумать его. И это уже говорит о том, что выделяет человека из окружающей его среды. Это, конечно же, его развитый интеллект, его воображение, его попытка познать мир. Собственно говоря, вот такое рубило можно назвать ключом для древнего человека к познанию мира. Одно из древнейших орудий, которые появляются, типов орудий, которые появляются у наших предков. Создавали они очень простую технологию. С помощью сколов брался камень-заготовка, в данном случае это кварцит. Брался другой, более твёрдый камень, как молоток-отбойник. И, соответственно, по его поверхности наносились сколы, чтобы, соответственно, получить вот эту острую режущую часть. Однако не только орудия древних людей нам могут рассказать о развитии их духовной и материальной культуры в эпоху каменного века. Но и другие не менее удивительные вещи. Если мы посмотрим с вами здесь, в этой части выставки, у нас представлена одна из уникальных находок, сделанных на территории нашей страны. Посмотрите, пожалуйста. Это полиэритическая Венера. Это маленькая фигурка, вырезанная из бивня мамонта. Была найдена в Иркутской области, и ей что-то порядка 25 тысяч лет. Обратите внимание, это вот такой один из древнейших образцов искусства каменного века, которое появляется ещё в те дремучие времена. Это фигурка женщины с нарочито подчёркнутыми детородными органами. Есть версия, что такими фигурками они пытались изобразить некую богиню, мать-природу, дающую рождение всему живому. Но здесь можно обратить внимание, что художник подчеркнул и другие детали, например, прическу на голове этой женщины и спадающую на её груди небольшую косу. И вот этот образ первых богов, богинь, появляющихся у людей, он показывает нам о том, что человек пытается осмыслить окружающий его мир, пытается понять, как он устроен. Не случайно здесь мы видим, что наши кураторы, наши экспозиционеры сделали очень интересную перекличку. Венера каменного века соседствует с Венерой античной. Ну и, соответственно, вот этот образ женской богини, преследующей человечество на протяжении тысяч лет, конечно, был очень важным в формировании и обществу сегодняшнего. Здесь же мы с вами можем увидеть представителя эпохи первобытности, которому около пяти тысяч лет этот череп был найден на территории Калмыкии. Проживал он в степях Северного Причерноморья. И что интересно, родственники покрыли перед погребением лицо этого человека специальной погребальной маской. Всю его поверхность лица была измазана ухрой, а глаза и ноздри были заклеены глиной. Вполне возможно, статус этого человека был какой-то особенный в обществе, возможно, ухранил какие-то секреты этого общества. Ну и, соответственно, вот чтобы подчеркнуть это особое отношение к нему, его лицо было закрыто вот такой погребальной маской. Маска – это, конечно, очень важная часть и современной культуры тоже, но она, конечно, изменила свою форму, стала скорее театральной или карнавальной. Тем не менее, мы видим с вами, что в эпоху первобытности человек не просто выделяется из природы, человек создает культуру, которая окружает его, и, соответственно, эта культура будет преследовать его и в других эпохах, и в других цивилизациях. На этом мы с вами прощаемся с этим залом, но нас ждут не менее интересные залы, посвященные другим цивилизациям.